Доброго времени суток, с вами Мечта, ваш персональный тренер и коуч. Сегодня я хочу вам рассказать, как с помощью трав улучшить собственную жизнь. И это советы шамана, поэтому, думаю, стоит вам прислушаться и просто с помощью растений, например, приманить деньги. Так вот, одно из самых денежных растений – это лаванда и герани. Положить в кошелек засушенные цветы – это значит, что ваш кошелек никогда не опустеет. И можно хранить деньги рядом с пучками лаванды или горшком герани. И рядом хорошо бы поставить зеленые свечи. Чтобы улучшить карьеру, положите три больших красивых лавровых листа на север комнаты и лавр. Это растения победителей, не зря в Древней Греции голову героев украшали лавровыми венками. А север в доме – это зона, отвечающая за карьерный рост. И листы нужно выбирать большие, красивые и гладкие. И чтобы принять решение, помогут ароматы сосны и лемонграсса. Это ароматическое масло – душа растения. Поэтому две капли масла лемонграсса и одну каплю масла сосны капните на салфетку и положите поближе, например, на рабочий стол. И интуиция, и умственные способности обострятся. Избавиться от стресса, усталости, невезения поможет кедр. Потому что кедр – это растение-хирург. Он помогает отсечь все лишнее и ненужное. Возьмите морскую соль, 7 столовых ложек, 5 капель эфирного масла кедра и примите ароматическую ванну. Вообще, все хвойные деревья хорошо влияют на здоровье. Если есть в доме больной или ослабленный человек, повесьте над его кроватью фотографию сосны, ели или кедра. Чтобы почистить квартиру. Если в вашем доме, например, часто ссорятся или заходили в гости недобрые, завистливые люди, дом нуждается в энергетической уборке. Иначе помещение накапливает негативную энергию на стенах точно так же, как под кроватью скапливается пыль. И в помещении, где на стенах оседают сгустки негативной энергии, тяжело находиться, начинает раскалываться голова, уходят силы, беспричинно падает настроение. Это значит, что помещение нужно полечить. И против негатива очень хорошо работает полынь. Нужно окурить дымом этого растения стены и весь негатив уйдет. И другой способ убрать негатив из дома, это заварить 3 столовые ложки полыни стаканом кипятка, добавить в ведро для мытья полов и вымыть дом. И чтобы защититься от злых соседей, над входной дверью можно повесить пучок чертополоха. Это будет ваш домашний талисман. Или дождаться полнолуния, взять обычную луковицу и разрезать ее пополам. Одну половинку положить за входной дверью, другую с внешней стороны у дверного косяка. Лук должен пролежать ровно сутки. Он сработает, как пылесос, вытянув из квартиры все зло. Отпугнуть завистников и недоброжелателей. Если у вас на работе не слишком хороший коллектив, то на вас постоянно идут импульсы зависти и злобы. И защититься от них можно с помощью можжевельника. Поставьте на стол можжевельный предмет. И можжевельник это мощное, бесогонное растение. Он источает чудесный аромат и очистительную энергию. Поднять настроение очень позитивными и дающими силу деревьями с древности считаются березы. Увидели березу в парке? Подойдите, обнимите ее, постойте так минут 5. Вы заметите, что силы хорошего настроения у вас прибавилось. Кстати, фотографии, где вы на фоне берез и яблонь, можно спокойно выкладывать в социальных сетях без опаски, что недоброжелатели возглазят. А вот атосин и тополи женщинам лучше держаться подальше. Особенно если деревья старые, считается, что это деревья вампиры и они забирают женское счастье. А с вами была Мечта и мы с вами поговорили немножечко про энергетики и травм. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Увидимся в следующих видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok